Новоузенский район один из самых отдаленных в Саратовской области. Приезжая сюда, некоторым может показаться, что сюда еще не ступала нога нашего известного саратовского земляка. Люди здесь и даже не мечтают о новой поющей струе посреди водоема. С водой здесь большие проблемы. Сейчас мы находимся в поселке Солянка, он в 7 километрах от Новоузенска. Но здесь струя не бьет даже из кранов, ни в одном из 60 домов. Колхоз был, еще вода была. Колхоз кончился и вода у нас кончилась. Это лет 15. Приезжал к нам водовоз, мы дрались за эту воду, что она там привезет. Жаловались, ездили, кругом приехали, нас собрали, мы пришли, они давай нам, говорят, вот будем на каждую улицу, будет колодец у вас. И они ковшом выкопали яму, яма сухая. Поставили туда этот деревянный коробок. Все, фотографируют, что нам воду они подвели. Ну и все, они сели, уехали, в газетки напечатали, что у нас уже вода, все мы пользуемся водой, все хорошо. Собирали, раз даже в этом магазине встали, они по 200 рублей с каждого. Мы пенсию нам как раз привезли, они прям стояли, чуть не носилки, давайте вот на трубы там, на что-то, мол, чтобы вам. Ну собрали ни денег нам, и ни трупы, и ни воды, ничего, и сидим мы как. У нас в деревне очень много домов сгорело, домов шесть. Вот, только что вот сгорел, вот, недавно. В этом году два дома горели. Пожарный, конечно, приезжает, но как всегда без воды. Сюда раз собрались, поехали, две машины, и не закачали, уехали. А это хутор Степной, поселок Дзюрский. Тут в прудах пересохла вообще вся вода. По этому поводу сегодня был анонсирован визит главы района. Но что-то пошло не так. Мы приехали, а главы района нет. Два года уже нет воды. Вот эти два года мы живем как, ну как бы сказать, хуже бичей, наверное. Где-то у нас 15 декабря, по-моему, да, кончилась вода, вообще техническая. Потом, ну, еще недели две-три, и кончилась и питьевая в колодце. И остается у нас сейчас только один пруд, он там, он в конце. Кто на чем? Старый, малый, больной. Хоть на лошади, хоть пешком. Не может на четверенька ползать. СССР на приходит. Ну вот, за это лето приходил три раза. По 50 рублей со двора платили мы. Ну, заливают литров по 150. Ну, ответ прислали на бумажке. Пополнение пруда водой осуществляется за счет паводковых лод. Воды весной еще кончились, не пришли. Вот в целях обеспечения водой проводится работа по подключению. Данные работы завершить срок до 1 августа. Сегодня 7 сентября. Воды грамма. Платежки присылают за должность. Полностью за всю зиму прислали, чтобы оплатили. Хотя воды на самом деле не было. Кто лед топил, кто снег топил, кто ездил куда-то. Эти канистры возили в воду. Вот так мы живем. Три кольца воткнули просто рачком, вырыли землю. Три кольца воткнули. Сверху, как говорится, облицовку сделали, похоже на колодец хороший. Сфотографировали в районную газету. Сфотографировали в газете напечаток и все. Вот это вот, вот это называется колодец. Уже третий год, наверное, ругаемся и шумим. А все без слуку, без слуку. У нас сейчас ничего нету, ничего. Вот живем, да, как в пустыне. До сих пор две недели никак воду не сделал. У нас вот сейчас выбора, да, воды нет. Не надо выбирать никого, никаких. А сейчас только вот эти вот выбора набивают вот такие карманы. Пусть меня как хотят обсуждать. Все жители Новоузенского района, с которыми мы сегодня общались, непременно вспоминали про предстоящие выборы. Теперь они не знают, стоит ли им идти голосовать. Илья Матушкин, Андрей Крахмалев, Открытый канал.